Поправка к основному закону идет речь о гарантиях, что минимальная зарплата будет не ниже прожиточного минимума, соответствовать МРОД и ежегодно индексироваться. Говорится и о защите институтов брака, культуры, русского языка и народа. Также поправки коснутся и реформ власти, изменится полномочия председателя правительства, порядок назначения министров, расширит полномочия Конституционного суда. Сейчас мы с вами записали в Конституцию поправку, что территория Российской Федерации никто не имеет права ни сантиметра не отдавать, не продавать. Понимаете? Это очень серьезное решение. Все, что там сделано, любой пункт возьмите, который внесен, он имеет положительное звучание для каждого человека. Абсолютно. Напомним, поправки в основной закон накануне приняла Государственная Дума и Совет Федерации. Теперь необходимо одобрение региональных парламентов. Две трети законодательных собраний субъектов России должны поддержать изменения. Затем закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину. Но, как заявлял глава государства, поправки вступят в силу только после общенародного голосования, которое состоится 22 апреля. Услышано общество. И здесь мы видим, что главная задача, о которой говорил изначально президент, это социальная поддержка незащищенных слоев населения. Поддержка семьи, материнства, детства, института семьи в том виде, в котором мы представляем себе как православные и другие верующие в нашем государстве. Депутаты Самарской губернской думы приняли поправки в областной бюджет 2020 года и на два последующих. Дополнительно поступили 16 миллиардов 200 миллионов рублей. Большая часть этих денег – это налоги. Кроме того, в конце 2019 года Самарская область получила из федерального центра грант размером 1 миллиард 458 миллионов рублей. В основном деньги пойдут на социальную сферу. Львиную долю средств выделили на ремонт дорог. Около миллиарда на здравоохранение. Такую же сумму потратят на образование, социальные пособия и помощь обманутым дольщикам. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.